Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1294. События дня. Иакова 5.9. Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Вот судья стоит у дверей. Объявление, которое можете дать и другим. В нашей Барнаульской и Крестово-Движинской общине в возрасте 42 лет умерла Дробот Анастасия Валерьевна. Остались четверо детей. Енафа 23 февраля 2001 года. Иван 21 мая 2002 года. Ефросинья 29 октября 2003 года. Нестор 14 марта 2006 года. Муж глухонемой Андрей. И 4 видеоролика. Как Анастасия выпросила у Бога 10 лет жизни. И они уже прошли. 11.10.2017. Дальше. Отпевание и проводы в последний земной путь Анастасии Дробот, сестры нашей. 25 июля 2018 года. И поминки об Анастасии. Тоже 25. Есть у людей желание помощь оказывать. Просят адрес. Вот ответ. Помощь можете направить на карту Сбербанка, привязанную к номеру телефона. 7906-9686-306. Галина Александровна. Загуляева. Это моя карта. Община доверила мне собирать и хранить эти средства. Расходуются средства на те или иные нужды детей по благословению батюшки отца Якима Лапкина, по совету Лапкина Игнатия Тихоновича и нашего врача Яковлева Виктора Андреевича. Для других, кто будет спрашивать номер карты, Сбербанк, 4276 пробел, 0209 пробел, 4465 пробел, 7334. Ну и далее переписку, как всегда. Тут между собой переписывается члены нашего содружества. Просчитайте, затормозите. Продолжение баксовского. Чувашского. Варнава. Игнатий Тихонович рассказывал, что в те времена в московской патриархии в епископы руководили через задел КГБ, занимающийся религиозными вопросами, что чужой человек, человек извне, там не мог оказаться. А 1976 год – это пик расцвета Союза. И вот Макаров пишет еще. Какие вопросы нужны в вечернее правило. Ну вот, прочитайте. Как себя приучить, своими словами учиться. Определить достойного священника отложиться и по каким критериям выбрать храм. Какие молитвы должен знать христианин наизусть. Коротко и понятно о рождении свыше для новичка. Пятое. Как и почему должен одеваться христианин. Правила поведения в храме коротко и понятно. Только то, что касается человека, только пришедшего или собирающегося в храм, не оглядываясь на других. Как научиться общаться с Богом, человеку, который ни разу этого не делал, у которого нет жизненных проблем, болезней, испытаний и так далее. Восьмое. Как и сколько читать Евангелие, как приучить себя к стабильности приема. Как искать жизненные ответы в Священном Писании. Мои Господи, благослови. Я отвечаю, никакой кучи на нашем видеоканале нет. Жизнь видна со всех сторон. И как раз в этой подаче материала даны уже неоднократно ответы на все ваши вопросы и более того. Кроме этого, вы можете найти ответы самые подробные в нашем сайте. Вот здесь. 4124 ответа в 55 папках. Я нахожусь в деревне до 10 октября, и только после этого можно будет зайти по скайпу, переговорить, и сможете получить ответы на свои новые или эти вопросы. Здесь связь дорогая и трудная, Макаров. Очень сложно найти на канале нужную информацию. Это нужно месяц потратить на поиск. На сайте, да, согласен. Тут все четко. Хорошо, тогда до октября я на вас еще выйду. Иван Жарковский. Подскажите, Игнатий Тихонович, как ответить на следующий вопрос. В 49 году новой эры был апостольский собор, в котором был ряд постановлений, запрещающих ездить доложертвенно и удавленен. Подскажите, пожалуйста, почему апостолу Павлу затем Бог сказал, что вся пища чистая? Этот вопрос задал шейх Шабира или богослову Дэвиду Буду. Дэвид Буду четко не ответил, сказав, что апостол Павел ориентировался на ситуацию, культуру и мировоззрение человека. Однако Шабир сказал, что данное постановление касалось всех язычников, потому что якобы апостол Павел нарушил правила апостольского собора. Мусульмане таким образом пытаются доказать, что апостол Павел исказил учение Христа. А как ответить на данный вопрос? Подскажите, пожалуйста, Игнатий Лапкин. Мусульмане сегодня убили бы апостола Павла, они его люто ненавидят, ибо он разносит пух и прах, все их бредни и лживые. По сознанию Богом все хорошо, но вот взяли того же барашка и долопоклонники и приносят его в жертву. И осквернена совесть идущих эту трапезу. Ну и далее. Римлянам 14.14. Мы это дело оформляем курсивом жирным красным, который пришли от соседей, от которых не помышляли отцы и ваши, и далее. И апостол Павел очень заботится о том, чтобы люди не осквернились. Прочитайте эти места. Начните сверху по порядку. Тормозите и читайте. Я выписал все эти места. И человеку легко найти. И вот тормозите, и дальше найдете все эти ответы. Все из Священного Писания. Курсивом. Так, Дмитрий. Это у Метрополита какие-то разные ордена. Это Щебоксарский получал. Вот сколько всяких. Надо все это придумать. Так, Дмитрий. Иван Жарковский на это говорит. То есть, если ты не знал, что тебя покормили должертвенным, то можно его есть. А если вдруг перед трапезой узнал, то нельзя. Я отвечаю именно так. Спасибо. Интересно видеть, как современные протестантские богословы обращаются к отцам церкви. Так как именно благодаря ссылкам на отцов церкви можно доказать, что вера Триединого Бога была со времен Христа. Я отвечаю. Мы говорим не спасибо, а спаси Христос. Спаси Христос. Ислам уничтожил факт того, что были обнаружены в кумрандские рукописи. Ну, далее об этом пишет, что жертва. Вы на самом деле троитесь во славу Божию. И нет вас гордыни. Всегда ответите и поможете. Видишь, как понимают. Гордыни нет. Я об этом никогда не думаю. Спросили и ответил. Валентина Сартисон. Мир всем, дорогие сестры, отправляющиеся в потеряюку. Хочу вас попросить сразу же по прибытии подключайтесь к кухне. Там будет много работы. Кроме готовки пищи найдется, что помыть, почистить посуду, прибрать в помещениях. На время крещения кухня всегда становится горячей точкой. Народу должно много прибыть. Кроме крещаемых, прибудет комиссия по приемке к окрещению. Будут и гости. Желаю вам приятно потрудиться. Бог вам в помощь. Ну, далее на труды Кальнева я ими много пользовался. А вот на небесах, в земле, как расстреливал Сталин с самых тружеников. Прочитайте. Вячеслав, выезжаем сегодня. Просим молитву. Пятого июля вечер. Должны быть потеряюки. Пограды. Некорутенко, Максим Петий. Христианином православным хочу стать. Чего начать? Чтение Библии, рождение свыше, стяжание Духа Святого. Это обязательно. Но мне также интересует начало православного человека в церкви. Отвечаю. Начните с толкования Нового Завета по блаженному Пепелакту. Сергея Втушенко. Архив. Полная Библия. Считают Лапкин и Игнатий. Вот наше влияние ее. Блаженного Агустина между собой. Вячеслав, что было куплено для нас. Хороший звук, что был. Елена Фауэр. Жду поезда, направляюсь в Барнаул. Сергей Астахов, помоги Господи. Талио Сатамир. Всем жду поезда. Направляюсь в Барнаул. Помолитесь. То есть, Оля Сибирь или Атат Фауэр. И понятно. Так вот. Ну что. Вчера приехал у нас. То есть, это я за вчерашний день отчет даю. Дождались. Игорь Девунов приехал на своей машине. Привез троих. ЕНАФу и Нестор Редробот. И Загуляева. Тарасе. Ну что, встретили, распределили. Кому, куда. Где спать будут, отдыхать. Они, говорят, утром рано позавтракали. И стали их кормить. Володя опять на огородчике, лагерный. Я тут с ними поехал. Показал четыре места. Четыре. Где можно рыбачить. Это, ну тут рядом Камагориха называется. Лагерный пруд. Второй Рыжковский пруд. И третий. Второй мостик и шлюз. Ну вот так. Потом я занялся. Нужно было окучивать картошку, которая здесь рядом. На территории Павла. Лапкина бывшая. Где Никита жил. Вот. На работу никого не взял. И отдыхайте. Рыбачьте. Ну, на кухне ЕНАФу помогал. В надежде. Игорь привез рыбы. Селедки свежие. Ну, пироги новые настряпали. Все-таки все как надо было. По-хорошему. А вечером, уже вечером совсем. Беседа с ЕНАФой была. Как она не сдавала экзамены. Тут видно будет. Потом тоже записали. Ну, вот так и все как будто бы. О! О! А! О!